Инициатива в Государственной Думе о том, что Литва денонсировать договор, что Литва не пришла из Советского Союза легально и что мы должны, я не знаю, как они это понимают, возвращаться в русское логово или что-то. Это был такой немножко троллинг, показать абсурдность всего, что там происходит, того, что говорят эти люди очень серьезными лицами. И знаете, иногда это как в Европейском Союзе много институций, которые борются с российской пропагандой, пытаясь все делать логично и объяснять все логично. Иногда надо немножко воевать их же средствами. Я это сделал, я показал, что, знаете, если вы так, мы можем тоже так играть в эту игру и вам она не понравится. Не понравится и она не понравилась, это очень почувствовалось. Вчера была большая феерия у Соловьева, где меня звали в Смоленск подраться. Ну, понимаете, у меня есть уже стиральная машина, мне не надо туда, я никуда не хочу, у меня хорошо и здесь. Но я хотел только показать абсурдность этих разговоров, которые они ведут. Матас, а вы думаете, вот вы как троллинг озвучиваете эти приложения, а вот они с вот этими постными серьезными лицами делают это серьезно для чего? Ну, ведь весь мир понимает, что это идиотизм. Да, здесь есть два вещи. Одно, они зондируют, они всегда зондируют реакцию. Они смотрят реакцию и то, как это будет принято, скушено и все остальное. Раньше это делал Жириновский, теперь это делают другие люди. Но понимая, конечно, этот персонаж, который в Государственной Думе сидит и который это озвучил, как бы, тут надо понять, что он из себя представляет. Это очень смешной человек. И тогда ты на него смотришь немножко по-другому. Но, конечно, они всегда зондируют реакцию всего, что происходит, и как в Западе, в Литве, Латвии, Эстонии, в Украине на все регируют, и они с этого моделируют всякие свои шаги. Так мы всегда берем это сведения, мы уже вакцинированы из-за России, мы все понимаем и этой стране, и мы всегда осторожны, вы знаете это. Субтитры создавал DimaTorzok